Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Считанные дни остались до Рождества Христова, одного из главных христианских праздников. Владыка, почему для нас Рождество Христово имеет такое важное значение? Потому что это, без преувеличения, центральное событие человеческой истории. Бог ради нас, людей, стал человеком во всем подобном нам, кроме греха. Стал для того, чтобы показать нам путь ко спасению и спасти человека от последствий первородного греха. Иисус Христос – это ожидаемый древними народами Мессия, то есть Спаситель. Почему и раньше людям нужен был Спаситель, и сейчас миру нужен Спаситель? Английский писатель Честертон когда-то сказал, что самая главная и благая весть Евангелия – это весть о первородном грехе. Весть о том, что в человеке есть некое повреждение, как в искривленном луке. И если лучник не будет делать поправку на эту кривизну, то ни одна стрела, которая им выпущена, не попадет в цель. Действительно, последствия грехопадения отражаются на каждом человеке и человечестве в целом. Эти последствия и то, что это не просто какое-то досадное неразумение, а антологическая поврежденность, чувствовалось людьми всегда, в том числе и древними людьми. Вот почему бога откровенная религия и избранный богом народ больше, чем кто бы то ни был, ощущали вот эту потребность в избавлении от последствий этого греха. На самом деле богов, как некий такой сумирательный образ, пытались умилостивить все абсолютно племена и все люди, которые жили в древности, понимая, что что-то не то, они думали, что нужно просто принести богам какие-то жертвы. Неважно, это то, что они были на охоте, то, что они нашли, выкопали из земли, или в самых страшных языческих культах – это человеческие жертвоприношения. Все это делалось для того, чтобы умилостивить, в кавычках, как казалось людям, язычникам, некие высшие силы, и получить, опять же, избавление от того, что с ними происходит, тех неприятностей, того, что, собственно говоря, является последствием первородного греха. Но вот богоизбранный народ, народ, получивший откровение Божие на Синае, он знал о том, что никакие вот такого рода жертвы не могут помочь, и ожидал пришествия Спасителя, Мессии. И, собственно говоря, это ожидание и является смыслом всей ветхозаветной истории. Поэтому Ветхий Завет – это религия, это вера, которая ожидает пришествия Мессии Спасителя. Новый Завет – это история о том, как Спаситель пришел и показал людям путь к спасению. Но и тогда, и сейчас Спаситель нужен, и нужен и сегодня, поскольку спасение, совершенное им, не есть нечто абсолютно независящее от человека. Одно из главных религиозных прозрений человечеству – это мысль о том, что человек не может сам себя спасти или избавить от грехопадения. Ну, невозможно это сделать. Можно это сделать только с помощью Божьей. После того, как Мессия пришел в мир, то в мире действует воля Божья, направленная на спасение человека. Но сама по себе она еще этого спасения не соделывает, поскольку для этого нужна воля человеческая. Вот то самое слово, которое сейчас так вот затаскали по разным нужным и ненужным поводам – синергия – это на самом деле богословский термин, который говорит о действии двух воль. Божественной воли, направленной к человеческому спасению, и воли человека, который хочет этого спасения. Если говорить совсем так просто и образно, как бы рука Божия протянута к человеку всегда, но человеку нужно сделать усилие и, в свою очередь, протянуть руку и взяться за руку Божию. Вот тогда в соединении двух этих воль соделывается человеческое спасение от греха. Не сам по себе человек не может себя спасти, как не мог Ворон Мюнхгаузен вытащить за волосы себя из болота вместе с конем, так и Бог не насилует свободу человека и не может и не будет его спасать, если у него самого нет к этому произволения. Вот что такое спасение в религиозном смысле этого слова, и почему мы называем Христа спасителем. Еще вопрос от зрителей. В Библии не указана точная дата Рождества. «Написано лишь, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Но мы отмечаем Рождество 7 января. Ну, действительно, та дата Рождества, которую мы сегодня отмечаем, до некоторой степени условна. И далеко не сразу христианская церковь начала отмечать это событие. Ну, во-первых, так вот отдельно. Был один такой вот праздник, в котором соединялось воспоминание Рождества Христова, крещение, поклонение ему волхвов и его обрезание. Вот это был такой вот как бы общий праздник, богоявление. Кстати, традиция сохранилась у армян и эфиопов. Они тоже празднуют эти праздники в один день, в тот день, когда мы празднуем крещение Господне, богоявление. Празднование Рождества Христова 25 декабря по старому стилю – это празднование возникло, введено, точнее, церковью в противовес празднованию рождения Митры, Бога Солнца, которое было очень популярно в Римской империи. И поэтому в тропоре мы называем Христа, в тропоре Рождества, Солнца правды. «Истебе бы вы сие, Солнце правды, Христос Бог нас». То есть это противопоставление, что не просто празднование каким-то таким мифическим событием, а рождению настоящего Солнца правды Христа предлагает почтить христианская церковь своим последователям. И так это празднование достаточно укоренилось, и вот с тех пор мы празднуем в этот день праздник Рождества Христова. То есть по новому стилю это 7 января. Совершенно верно. Дело в том, что новый стиль, вы знаете, в России он был введен после революции, в Европе несколько раньше. Вот разница вот эти вот несколько, эти 13 дней. Ну, обычно некоторые люди начинают так очень возмущаться по этому поводу, как так, как вот так можно, почему. Я особенно с тем людям старого поколения всегда говорю, а как вы отмечали 7 ноября Октябрьскую революцию? Вам никогда не приходило в голову? Там тоже те же самые 13 дней, те же самые числа, 25-е и 7-е. Ну, как-то сразу умолкают и уходят, задумавшись. На самом деле, действительно, поскольку была проведена вот эта вот реформа, то одному числу соответствует другое. Вот только и всего. В канун Рождества Христова в рождественский сочельник совершается особенная служба – царские часы. Вот с чем связано такое название и отличительная особенность? Ну, это надо знать литургику. Часы – это особое богослужение, оно совершается ежедневно. Первый, третий, шестой, девятый часы. Ну, из названия понятно, что они соответствуют определенному времени. Это служба часов призвана к тому, чтобы человек время от времени останавливался и вспоминал о Боге, совершал небольшие богослужения. Раньше, когда время совершения часов заставало, скажем, путешествующего человека, он останавливался и совершал вот это вот небольшое богослужение. Для совершения совершенно не нужен священник, его может совершать любой меридин сам. И для того, чтобы было удобнее, то везде вдоль дорог строились так называемые часовни. Небольшое помещение без алтаря, куда можно было зайти и спокойно там совершить эти часы. Вот, собственно говоря, часовня. Великие царские часы совершаются три раза в году – в навечере Рождества, Христового, Боговления и Великую Пятницу. Они называются еще царскими, но это такое обиходное наименование, потому что в Византии на них обычно присутствовал император вместе со своим синклитом, со своим двором. Ну, я уже сказал, что служба часов, она такая достаточно будничная и простая, она не торжественная. А вот здесь вот и в эти дни на службу часов, которые совершались, кстати, сразу все вместе, приходил император вместе со своим окружением. Эта традиция была перенята и в России, и московские князья, и цари, и потом императоры тоже посещали это богослужение. Отсюда вот такое название – царские часы. Но это не литургическое, скорее, название, а такое вот простонародное. – Владыка, Ваши пожелания, наставления в последние дни Рождественского поста какие? – Весь пост был посвящен тому, что мы пытались чуть-чуть исправить свое сердце. Мы пытались немножко больше, чем в обычное время думать о Боге, думать о спасении, в первую очередь о своем собственном. И хотелось бы, чтобы человек, конечно, был бы счастлив, был бы исполнен радости о пришедшем в мир Христе Спасителя и смог бы как-то объективно оценить свое состояние. Человечество Христу Спасителю приготовило вертеп, то есть пещеру для скота, хлев, в котором родился Спаситель мира. Мы пытаемся сделать свое сердце чуть-чуть лучше этого хлева. Оно чаще всего бывает хуже. Но здесь мы пытались, по крайней мере, старались, пытались сделать его получше. Дай Бог, чтобы нам это получилось, и чтобы мы смогли пользоваться хоть какими-то плодами этого постного времени, если провели его с пользой и с правильным таким отношением к самому себе. Я хотел бы сердечно поздравить всех с наступающим Рождеством Христовым, пожелать всем здоровья, мира, благополучия, семейного счастья и помощи Божьей во всех ваших трудах и начинаниях. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова